вы хотите делать или сайты-визитки, воронки вы хотите делать, вы хотите делать корпоративные сайты, блоги или так далее, то наш конструктор для построения сайтов, RV Site Builder, имеет очень большую базу шаблонов на различную тематику для различного характера сайтов и блогов. И когда мы работаем на нашем Site Builder, то мы всегда можем вернуться в любое время, к любому шагу и очень легко внести корректировки, которые нам требуются. Работая на нашем сайтостроении, мы можем также сразу всегда получить какие-то подсказки, справки в виде небольших видеоуроков или текстовых подсказок. И наш Site Builder имеет очень простой интерфейс и пошаговый конструктор. Одну минутку. ...и конструктор для построения сайтов, RV Site Builder. И сегодняшний урок я провожу в режиме рабочего стола, поэтому еще раз я делюсь экраном. На Maximize вы можете выставить сами. Или вот я могу поставить на Maximize. Вот так вот. И мы опять... Прежде чем перейти к самому сайтостроению, я хотела бы вас просто ознакомить немного с конструктором для построения сайтов, RV Site Builder. Так как наш конструктор очень легок и прост в использовании, и создавать сайты, блоги или же другие рекламные элементы довольно таки просто. И мы можем создавать самые различные рекламные элементы по различным рубрикам. Так как в нашем конструкторе для построения сайтов имеется очень большое количество шаблонов. Во время работы мы можем вернуться с любого шага для того, чтобы внести какие-то корректировки. И сайт Builder имеет очень большое количество справок и подсказов в виде видеоуроков. Кроме того, сегодня вы увидите также, что интерфейс самого конструктора сайта очень прост, имеет пошаговую систему, в которую очень легко работать. И наш сайт Builder имеет также визуальный HTML редактор. Но если кто-то не может работать в HTML, а, наверное, скорее всего, большинство из вас не могут работать, то ничего страшного не происходит. Так как наш конструктор для построения сайтов позволяет работать также в графическом редакторе. А уже система сама потом преобразует из графического редактора в свои кодировки HTML. И мы можем в любое время, когда мы строим сайт, прерывать создание сайта, сохранить все это. И в следующий удобный момент начать с того места, где мы остановились. Это что касается основных моментов построения сайт Builder. Как же мы можем попасть на сайт Builder? Для этого вам нужно войти в ваш бэк-офис, выбрать V-сервисы. И на V-сервисах вам нужно выбрать значок V-Webs. Когда вы нажимаете на значок V-Webs, то система переведет вас на портал V-Webs. И ваш портал может открыться на английском языке. Поэтому, если он открылся на английском языке, внизу в отрывшемся окне есть возможность выбора языков. Выберите тот язык, который вам необходим. В данном случае это русский язык. И ваш интерфейс V-Webs портала будет уже показывать на русском языке. Что нам нужно сделать? Это окно, которое откроется. Это окно на заказ доменного имени или хостинга. А нам нужно попасть на панель клиента, которая на английском называется Client Area. Мы нажимаем на панель клиента. И система переводит нас на панель клиента. Здесь нам предоставляется возможность входа на аккаунт V-Webs. Вы помните, что когда мы заказывали V-Webs, то мы регистрировали себе аккаунт. И для входа в этот аккаунт вам понадобится ваша электронная почта и ваш пароль, который вы создавали в себе при регистрации вашего аккаунта V-Webs. После того, как вы ввели вашу электронную почту в строку, ниже ввели пароль, вам нужно нажать на логин, и система переведет вас в ваш собственный аккаунт V-Webs. Как вы видите, здесь вы можете сохранить ваш пароль и ваши данные для входа, запомнить меня. Или же, если вы забыли пароль, иногда такое случается с нами, то есть возможность затребовать пароль. Забыли ваш пароль, нажмите для восстановления. После этого система вам выдаст окно, где вам нужно ввести вашу электронную почту и нажать на кнопочку отправить. И в ту же секунду на вашу электронную почту придет ваш пароль для входа на аккаунт V-Webs портала. Итак, мы нажимаем на логин, и мы оказываемся в нашем аккаунте V-Webs портала. Как вы знаете, здесь есть приборная панель. Мы с вами это уже разбирали при заказе V-Webs. И нам на этой приборной панели нужно выбрать раздел «Продукты и услуги» и нажать на этот раздел. Нам откроется раздел «Продукты и услуги». Этот раздел имеет таблицу. В таблице будут ввесены или отображены, можно сказать, ваш хостинг и все ваши доменные имена. Если вы заказали только один бесплатный хостинг и одно бесплатное доменное имя, то в таблице будет указан только он. Те партнеры, которые работают уже давно, у них может быть большое количество различных доменных имен. Поэтому вам слева в таблице, где написано «Продукты и услуга», нужно найти то доменное имя и хостинг, на котором вы хотите работать, строить ваш сайт. И затем в таблице справа нужно будет нажать на «Посмотреть данные». И вы попадаете в детали продукта. Здесь система откроет таблицу, в которой укажут все данные вашего доменного имени и вашего хостинга, на котором вы хотите строить ваш сайт, блог или какой-то другой рекламный элемент. Под этими данными, деталями продукта, у вас будет возможность двух входов. Слева будет вход в СИ-панель и справа вход в веб-почту. Но, скорее всего, те, кто у партнера работает, первый раз будут строить сайт, у них вход в веб-почту еще нет, так как вначале нужно веб-почту создать. Но вход в СИ-панель у них открыто. И для того, чтобы войти в СИ-панель, нужно нажать на кнопочку «ВСИ-панель». Но первый раз система попросит вас ввести ваши данные, имя пользователя и пароль. А во все остальные разы, когда вы будете нажимать «Вход на СИ-панель», то система будет вас автоматически пропускать сразу на интерфейс СИ-панели, так как система сохранит ваши данные. Где вы можете взять имя пользователя и пароль? Оно будет находиться чуть ниже, под входом в СИ-панель. Там будет отражено имя пользователя и пароль. Вы можете скопировать, сохранить где-то себе, если трудно запоминать. И вы также должны знать, что пароль на вход в СИ-панель вы можете всегда поменять. Имя пользователя вы изменить не можете, но пароль чуть ниже, такая возможность есть, и вы можете всегда его поменять. Итак, мы нажимаем на кнопочку «Вход в СИ-панель» и мы попадаем на саму СИ-панель. Это я вам показала и объяснила в слайдах. А сейчас то же самое я хочу сделать быстренько. Сейчас, одну секундочку. В нормальном практическом режиме. И это займет гораздо меньше времени, чем я вам объясняла. Вы видите, я нахожусь на Ви-сервисах. Выбираю конку «Ви-лепс». Система загружает, иду на клей, выставляю русский язык сразу, да, чтобы мне тут вот сейчас было легко работать. Русский язык. Я уже на панели клиента заношу свою электронную почту. Сейчас, минуточку, мне только нужно написать. Сейчас, минуточку. И вношу свой пароль. Нажимаю на логин, и система меня вводит на Ви-Ви-Ви. Выбираю продукты и услуги. Вот, хочу работать на CachePlusOnline.com. Иду на посмотреть данные. Открываются детали. Нажимаю на вход в Си-панель. Так как я вхожу уже не первый раз, то система у меня не просит ничего, и сразу переводит на Си-панель. И на Си-панели нам открывается полный интерфейс самой Си-панели. Он очень большой. Вот вы видите перечень длинный. И есть очень много различных программного обеспечения, которые разделены по рубрикам, по категориям. Настройки, почта, файлы, журналы, безопасность, домены, базы данных, дополнительные элементы и программное обеспечение службы. Слева, когда мы входим, то у нас есть статистика. Вот слева, вот вы видите статистика, и здесь вы видите все ваши основные параметры вашего хостинга и вашего домена. Например, это основной домен, название ваше будет стоять, название домашнего каталога будет стоять, последний вход в систему, с какого компьютера. Также будет показано занятое дисковое пространство. И использование пропускной способности по месяцам, почтовые аккаунты, субдомены, паркованные домены, дополнительные домены, FTP-аккаунты, списки рассылок, если они у вас есть, базы данных. В общем, здесь вы можете оследить абсолютно все параметры и их пропускную способность или занятость в объемном режиме. Здесь все это вы можете посмотреть. Когда вы входите первый раз, то у меня этого не произошло, а у вас это произойдет. Когда вы нажмете на кнопочку «Войти в C-панель», то система вам откроет вот такое окно в начале. И здесь система спросит, требуется ли вам помощь для начала работы. И если вам нужна помощь, то вы должны нажать на кнопочку «Приступить» или же справа «Нет, не нужно, спасибо». Вы можете нажать на «Нет, не нужно, спасибо», так как в настройках все равно вся эта помощь есть. Поэтому сейчас мы нажимаем «Нет, не нужно, спасибо», для того, чтобы перейти на рассмотрение самого интерфейса C-панели. И самое первое, что нужно сделать, если ваша C-панель открылась на английском языке, то вам нужно будет изменить язык. И изменить язык вам нужно будет при помощи вот этой иконки, где вы видите две заглавные в буковке «А». И как это делается, мы сейчас посмотрим в практическом режиме. Вот, вы видите, в настройках «Изменить язык». Я нажимаю, и здесь система нам сразу отображает, что нужно сделать. Написано, вот эти подсказки, о которых я и говорила. Данная функция позволяет изменить язык отображения интерфейса C-панель. Если необходимо выбрать новый язык, свяжитесь с провайдером C-панель, чтобы они могли установить его. Это если нет такого языка, который вы хотите. Но в данном случае здесь очень большое количество языков, русский язык есть. Мы выбираем нужный язык и нажимаем на кнопочку «Изменить». Система делает перезагрузку, и ваш язык в C-панели изменится. Затем вам нужно вернуться на хор, на домашнюю страницу. Это вы можете сделать слева вверху, или же внизу есть выражение «Строчка домашняя страница». Возвращаемся на главную страницу C-панели. Затем, для того, чтобы вам не входить постоянно в ваш бэк-офис, и не идти на ави-сервисе, и затем попадать на C-панель, чтобы не выполнять эти ненужные действия, вы можете саму C-панель вывести на ваш рабочий стол. И сделать это можно при помощи закладки «Ярлыки», которая находится справа, третья и снизу настройка. Для этого нажимаете на значок «Ярлыки», и вам открывается описание, как нужно это сделать. Работать на C-панели очень легко и просто, потому что вам нужно только нажать на требуемую закладку, а система вам предоставляет описание, как это сделать. И вы вот видите, что «Ярлыки» в C-панели – это ссылки, которые вы можете добавить на рабочий стол, или на панель избранного вашего браузера. То есть не только на рабочий стол, но и в браузер вы можете добавить. И они предоставляют простой способ доступа к C-панели. Как создать ярлыки? Нужно просто перетащить ссылки. Вот доступ к C-панели, видите, выделена, это ссылка. И доступ к веб-почте C-панели тоже ссылка. Поэтому вот если, например, я экран свой сокращу и возьму просто доступ к C-панели, вот так вот перетаскиваю на экран, вы видите, все, создалась иконка «Доступ к панели». Или же доступ к веб-почте C-панели, также перетаскиваю просто на экран. Вот создалась вход на веб-почте C-панели. То есть все легко и просто. Когда мы это создали, мы снова возвращаемся на главную страницу C-панели. Итак, обновить контактную информацию мы смотреть не будем. Здесь все очень просто. Также указано, что вы должны сделать. Изменить стиль, это изменить стиль саму C-панели. Вот, например, вы сейчас видите, что C-панель, у нее интерфейс осени. Я могу поменять на любой другой интерфейс, который мне больше нравится. Вот, например, вот эту возьму сейчас. И уже видите, C-панель изменила свое визуальное верхнее отображение шапки. То есть, видите, бордовый цвет преимущественно. И вот так вы можете менять. Но это не так важно. Что здесь в настройках важно? В настройках важно мастер начала работы и учебные видеоматериалы. Вначале я рекомендую пойти на мастер начала работы. И мастер начала работы у нас имеет, это я вам хостинг показывала, да, вот как я вам отображала. Мастер начала работы, если мы пойдем, он имеет различную тематику. И вам нужно эту тематику всю просмотреть согласно тем, которые здесь указаны. И каждую тему нужно обязательно будет посмотреть. Почему? Потому что это поможет вам... Сейчас, минуточку. Это поможет вам в работе с C-панелью. Вот, например, я зашла на мастера начала работы. И здесь есть справа вверху перейти к разделу. Я открываю окно, и видите, есть различные разделы. Введение веб-хостинг, аккаунты веб-диска, настройка почтового аккаунта и так далее. Я выбираю первый раздел введения веб-хостинга. И система мне откроет все, что касается веб-хостинга. Что вам нужно знать? Какие у вас файлы и каталоги будут создаваться? Как работают эти файлы и каталоги? Где у вас домашний каталог? Где у вас анонимный каталог? Где у вас интернет-каталог? И, естественно, когда вы прочтете весь этот материал, то сразу же база ваших данных расширится, и вы уже будете понимать, что вы делаете и зачем вы делаете. Когда вы все вот эту всю тематику изучите, это можно сделать сразу, то вы можете идти снова на центральную C-панель. И здесь, после того, как вы изучите все в текстовом режиме, то я бы вам посоветовала просмотреть учебные видеоматериалы. Если вы нажмете справа на учебные видеоматериалы, то вам откроется также окно, в котором вы увидите возможность просмотра 11 различных видео. Вот, например, если на слайде, я вам тоже сделала слайд, чтобы видели, видите, вот, обучающие видео C-панели. Вот это учебный материал. Вот они у нас есть. И здесь есть видео по C-панели, видео по брендингу и видео по мэлу. И все, что находится на самой C-панели, все вот эти закладки по рубрикам, по темам, и если, когда мы нажимаем, и открывается описание, что нужно сделать, если вам этого недостаточно, то вы можете еще пойти вот на учебный материал и выбрать нужную тему и посмотреть, что нужно сделать. Например, если вот база данных мы должны создать, и мы нажали вот здесь вот, у нас уже создать базу данных, это будет, например, тут ниже, мы пойдем сейчас, я скажу, где, ну, немножко ниже, сейчас вот, вот база данных, да, создавать базу данных, как закладывать свой аккаунт и так далее. То, если то описание, которое будет стоять в писанном тексте, вам будет недостаточно, то вы можете пойти вот сюда, на видеоролике, я рекомендую выбирать высокое, есть высокое и медленное, как бы, исполнение этого видеоролика, я рекомендую высокое. Почему? Потому что там, во-первых, показано в очень большом масштабе и понятно. Вот сейчас, видите, показывано, тут никто ничего не говорит в этих видеороликах, но здесь ручка всегда показана, ручка идет и показывает, или же вот так вот сейчас была текстовая ссылка, которая показывала, куда надо нажимать. И всегда вам будет показано, что нужно делать. Вы можете в любое время остановить, вот здесь вот, где внизу движется, поставить на паузу, вот сейчас я поставила на паузу, если я не успеваю, я могу это все сделать, затем снова на play, на пуск, и видеоролик пойдет, показ делать дальше, и я вместе с ним буду делать то же самое, что показывает мне видеоролик. Сейчас я снова ставлю паузу и возвращаюсь на C-панель. То есть вы видите, что здесь достаточно материала, и как я уже сказала, материал есть по всем закладкам. Настройки мы с вами посмотрели, а следующая закладка – это почта. Здесь мы с вами ничего сейчас, никуда переходить и рассматривать ничего не будем, все, что здесь указано, вы можете сделать сами, или же перейдя здесь по текстовому описанию, или же по видеоролику, где вот учебные видеоматериалы. Хочу только сказать, что есть возможность делать не только веб-почту, вы можете сделать автоответчик, вы можете создать списки рассылочных систем и сделать различные фильтры, которые будут, например, у вас, чтобы спам сразу фильтровать и убирать, или же перенаправлять с одного сайта на другой сайт, почту, или с одного сервера на другой сервер. Тут очень много различных возможностей. Вам нужно просто эти все возможности в разделе почта пооткрывать, почитать, попробовать сделать, или же открыть дополнительный видеоролик. Затем ниже идет раздел «Файлы». Как вы видите, здесь можно создавать резервные копии, и есть мастер резервного копирования. Этот мастер резервного копирования есть также и на пошаговом конструкторе сайта строения. То есть вы можете отсюда создавать резервные копии, и эта же возможность у вас будет чуть позже, когда вы будете строить сам сайт. Я хочу остановиться на диспетчере файлов. У вас здесь есть две версии. Одна версия новая, слева диспетчер файлов, и диспетчер файлов старая версия, это для тех партнеров, которые давно. У них могут быть файлы, расположенные и на старом диспетчере, и часть на новом диспетчере. Что такое диспетчер файлов? Если, например, вы откроете, нажмете на диспетчер файлов, то сейчас, видите, вот этот диспетчер файлов я хочу вам показать, чтобы вы видели, вот, я выделила диспетчер файлов, то я сейчас нажимаю на диспетчер файлов, и вам выпадает вот такое окно, выбор каталога, и пишется, выберите каталог, который необходимо открыть, и вы можете выбрать любой каталог. Всегда по умолчанию открывается корневой каталог веб-содержимого Public HTML. Что это такое? Это значит, открывается каталог, который работает на связь с интернетом, и то, что вы создаете в своем сайте, оно становится доступно, вот все файлы, все документы, они становятся доступны для всех интернет-пользователей, то есть они видимые. Всегда открывается этот каталог. Но вы можете выбрать также другие каталоги, домашний каталог, мы с вами разберем, что значит домашний каталог. Вы можете выбрать корневой каталог общедоступного FTP, Public FTP, мы тоже рассмотрим, что это такое. Или вы можете отдельно выбирать корневые каталоги документов для. Для чего? Если у вас очень много сайтов, очень много доменов, то здесь вы открываете, и он вам покажет большой список, и вы выбираете, именно какой домен вам нужен, на каком домене вы хотите работать. И уже потом вы нажимаете на кнопочку ГО, для того, чтобы открылся этот каталог. Я, например, выбираю по умолчанию корневой каталог, веб содержимого, Public HTML, и нажимаю на кнопочку ГО, для того, чтобы система перевела меня в этот файл-менеджер, на C-панель. И вы сейчас видите, что у меня открылся диспетчер файлов. Я всегда вам рекомендую начинать просмотр всех тех материалов, которые вам открываются, с самого верха, сверху вниз. Что вы видите? Открылся диспетчер файлов. Есть настройки. Вы можете пойти на настройки и делать какие-то настройки. Мы сейчас этого делать не будем. Справа вы видите, что вы можете делать поиск все ваши файлы, и здесь задать какой-то определенный файл и пойти на поиск. Или же выбрать какой-то каталог, например, Public, или же текущий каталог, который вы выбрали. Потому что сейчас у меня показывает все ваши файлы или Public. Он же является текущим каталогом, потому что я выбрала Public HTML. Но если бы я выбрала, например, FTP, то у меня бы сейчас была возможность поиска в FTP и так далее. Смотрите, ниже идет приборная панель. И эта приборная панель очень-очень большая. И есть очень много различных возможностей. То есть это диспетчер файлов, который загружает все ваши файлы в виде картинок, видео, текстовые файлы и другие файлы для того, чтобы это передавалось в интернет. Или же оно передается в интернет полностью для всех пользователей или частично для некоторых. Но это зависит от того, в каком режиме вы это выполняете. Public HTML или же Public FTP. Итак, давайте рассмотрим приборную панель. Здесь есть новый файл. То есть вот здесь вы можете создавать новый файл. Вторая иконка – это новая папка. И новая папка очень важна. Вы можете создавать различные папки здесь. Но самое интересное, что вы можете в этой папке, если вы выбираете домашний каталог, вы можете сохранять... Сейчас я вам еще раз покажу вот эта вот вторая новая папка. Вот здесь вы можете создавать папку и хранить в ней все ваши тяжелоносящие материалы, файлы. Например, музыка какая-то, фильмы, книги и так далее. То есть вам не обязательно загружать на свою рабочую плату вашего компьютера. Вы можете разместить это в этой папке, этот материал, и он будет лежать на сервере Access. На вашем сервере. Вот, например, у меня cashplusonline.com, у меня сервер, и я могу на нем размещать и хранить свои тяжело-емкие файлы, материалы, для того, чтобы не загружать, не забирать пространство моего рабочего плата, моего компьютера. Это вот для этого эта папка предназначена. Дальше, вы видите, можно копировать, можно перемещать файлы, можно загружать какие-то новые материалы, файлы, можно скачивать с интернета или же удалить. Есть система для того, чтобы переименовать файл, изменить файл, какое-то редактирование, произвести в этом файле. Вот редактор HTML, кто работает с HTML. Изменить разрешение файла. Просмотр, это лупа. Просмотреть, что у вас получилось, и, может быть, еще что-то поменять. Из этого файла извлечь какую-то часть файла, или же, если у вас файл очень объемный, и вам нужно его уменьшить, вы можете его сжать через эту функцию. И каждую функцию вы можете отдельно рассматривать. Сейчас мы это делать не будем, потому что у нас общий обзор. Единственное, о чем хочу остановиться здесь, это вот на первой функции, это там, где вы видите домик, это хом, и за ним идет наименование моего хостинга, кэш плюс. У вас же после хом будет идти наименование вашего хостинга. Что вот это за значок? Я вам здесь отдельно на слайде сейчас покажу. Вот такой, значит, значок, папка такая. Это папка, видите, в хом я поставила многоточие. Значит, вместо многоточия будет идти наименование вашего доменового имени или хостинга. Это ваш домашний каталог. И все файлы хранятся в этом каталоге. Поэтому, когда мы заходим, если он стоит на плюсике, то мы его раскрываем, для того, чтобы под ним раскрылось очень большое количество других папок, в котором находятся наши какие-то материалы. И файлы, которые размещены в этом каталоге, они всегда будут, то есть они не будут видны в интернете, которые размещены в этом каталоге. И если, например, вы работаете с помощью FTP, мы уже разбирали, что такое FTP, урок проводили, да, или же веб-диск, который вы тоже можете себе создать на центральном сайте C-панели, в его интерфейсе, то вы можете, то есть работать через домашний каталог. Через FTP загружаете, и материал попадает в домашний каталог. Или же через веб-диск вы просто перетягиваете файлы. Это что касается домашнего каталога. Затем у вас ниже по списку вы также можете найти папочку. Она обычно располагается вот внизу. Вот сюда вот я иду вниз. Вот, минуточку, вот здесь вот надо идти. Вот видите, в самом низу есть паблик FTP и паблик HTML. Вот эти две папки я тоже хочу вам показать. Вот паблик FTP. Что это за каталог? Этот каталог, он используется для анонимного FTP доступа. Что это значит? Что если вы помещаете в эту папку какой-то материал, какие-то файлы, то вы даете доступ этим самым определенным пользователям интернета, которым вы или дали пароль, если вы создали пароль к этому каталогу, или же, может быть, вы вообще пароль не создаете, а делаете доступным этот FTP. И тогда могут другие пользователи заходить и с этой папки скачивать ваш материал. И еще одна папочка это HTML. Паблик HTML это каталог, в котором находятся все материалы, все файлы и они будут видны всем пользователям интернета. То есть это все, что находится на вашем сайте. Оно все видно. Вот эти папки я хотела рассмотреть отдельно. Ну и теперь мы снова возвращаемся на C-панель. То есть файлы мы посмотрели. Занято дисковое пространство вы сами можете посмотреть. FTP аккаунты, которые созданы, будут отражаться именно здесь. Мастер резервного копирования мы уже говорили. WebDisk это вы можете создать себе для того, чтобы напрямую перетаскивать файлы, переносить и управление сеансами FTP. Все это посмотрите дома. Мы переходим в раздел журналы. И в разделе журналы, чтобы я не забыла, я хочу посмотреть, что я вам хотела показать. А я хотела показать статистику и аналитику. Да. Все остальное вы будете смотреть дома сами. Статистика и аналитика. Вот те сайты, которые я надеюсь, что вы меня слышите и видите. Сейчас, минуточку, я к вам только вернусь. Сейчас, одну секундочку. Поставьте, что вы меня слышите и видите слайды. Слайды и экран. Поставьте, пожалуйста, кто-нибудь. Хорошо, я иду дальше. Спасибо большое. Спасибо. Так, я хочу показать именно в журналах. Вот, сейчас, минуточку. Так. Нет, это нет. Вот здесь вот я. Да. Вот мы находимся в журналах. И те сайты, которые вы будете создавать на СИП-анели, и они, вы можете отслеживать любую статистику и аналитику. Для этого у нас есть четыре возможности. Первая, это статистика WebAlizer, или как он по-английски правильно будет называться. И когда мы заходим на него, то он открывает все домены, которые у вас есть. И для того, чтобы посмотреть статистику и те диаграммы и графики, которые о ваших посетителях этого сайта, то вы можете выбрать тот сайт, который вы хотите. Вот, например, я выбираю обучающий портал, и для того, чтобы посмотреть, мне надо нажать на лупу. И когда я нажимаю на лупу, то вы видите, что открылись диаграммы, которые показывают, и они показывают за октябрь месяц. Здесь почему-то язык сейчас искажен, но не знаю почему, но это октябрь месяц. За шесть дней последнее обновление вы видите было 6 октября в 10 часов 49 минут. И мы можем посмотреть уже графику моих посетителей обучающего портала за октябрь месяц, за первые шесть дней. И что мы видим, что посетителей было 6174 человека. И здесь я не могу вам сейчас сказать, потому что, что в этих графах отображено, потому что язык искаженный. Сейчас я не буду разбираться с языком, просто думаю, вы все зайдете и посмотрите, что это статистика, у тех, у кого уже созданы сайты, вы можете сюда зайти и посмотреть эту статистику посещения ваших сайтов, ваших доменных имен. Я возвращаюсь, например, назад и берем журналы, сейчас минуточку спускаемся, берем другую аналитику, например, FTP. Это FTP, если у вас есть аккаунт FTP, то здесь вот нету, да, нет, есть кэш плюс для просмотра, сейчас посмотрим, да, тоже вот отображено, правда, опять с языком что-то у меня не в порядке, вчера, я сегодня работаю не на своем компьютере, потому что у меня на моем компьютере почему-то не стал работать показ экрана, на моем компьютере я днем проверяла, язык был нормальный, поэтому здесь сейчас ничего не могу сделать, будете сами дома смотреть. Снова возвращаюсь на центральный сайт си-панели и, например, иду на статистика аналог. Здесь также выбираем, например, обучающий портал тренинг, кэш плюс и здесь вот видите по месяцам я могу взять любой месяц этого года и беру вот так же октябрь 2012 года, что я могу увидеть, здесь, слава богу, с языком все нормально, мы видим основную информацию, что здесь, вот видите перечень и если я нажму, то я могу сразу попасть именно на ту статистику, которая мне нужна, хотя она отображена в листовом порядке, то есть в порядке списка, вверху это основная информация успешных обращений, данные за 7 дней до 6 октября, успешных обращений сколько было 461 1490 среднее количество успешных обращений в день 2575 успешных обращений к страницам 15486 и так далее, да, здесь все можно посмотреть, если мы не будем сейчас все читать, статистика по месяцам мы можем посмотреть, затем статистика по дням недели мы можем посмотреть, естественно мы можем по времени суток посмотреть, статистику по доменам, то есть вот эти все подпункты, которые здесь вверху написаны, вы можете отдельно еще открыть, посмотреть, вот по времени суток есть статистика по доменам и так далее, по перенаправляющим ссылкам, то есть по ссылкам самим и здесь все мы можем просмотреть всю эту статистику, то есть это очень интересно, так как вы можете иметь абсолютно по самую полнейшую статистику, которую вообще только нужно иметь, если мы смотрели платформу Access Ads, то там такой большой статистики не было, как здесь, здесь статистика очень и очень расширенная, и последнее, что в журналах мы не посмотрели еще статистика, это статистика FStats, листыц, сейчас откроем и посмотрим, также открываются все домены, я беру тот же домен обучающего портала, и вот вы видите, что здесь, вот здесь можно обновление 6 октября, то есть опять открылся за октябрь месяц, но я могу выбрать отчетный период любой, видите, я могу выбрать любой месяц, я могу выбрать любой, нет, только 13-й год могу выбрать, и здесь вот написано с 1 октября первый визит и последний визит, 1 октября и последний визит 6 октября, и все данные вот, пожалуйста, показаны и в графическом отображении, вот вы можете все это просмотреть, все эти данные, из каких стран заходили, если в октябре, то в октябре, смотрите, самое большое количество посещали мой обучающий портал, это с Канады, затем Россия, Белоруссия, Германия, Украина и так далее, Казахстан, да, а в прошлом месяце это были Китай, Азия, сам больше всего посещали, то есть мы вот можем вниз пройти и посмотреть все параметры, абсолютно все параметры, и слева у нас есть в виде тоже список, и для того, чтобы не пролистывать и не искать, мы можем просто, например, выбрать какой-то список, который, из списка, вот функцию, которую мы хотим просмотреть, и сразу перейдем на просмотр этого, этой функции, этой функции, статистики по данной функции, и так я возвращаюсь на СВИ-панель, на центральную страницу, мы журналы посмотрели, остальные вы посмотрите дома, безопасность, мы смотреть здесь ничего не будем, вы можете вашей директории защищать паролем, вы можете делать защиту от прямых ссылок, защитить от передачи пароля и диспетчер защищенных IP-адресов, то есть, например, если какие-то пользователи интернета нарушают правила, и нарушают эти правила на вашем сайте, вы можете сделать так, чтобы внести их IP-адреса сюда, и они никогда больше не попадут на ваш сайт, я сама эти функции не знала, вчера только их рассмотрела, очень интересная функция, есть функция, что можно защищать, чтобы другие владельцы сайтов, бывает, что они берут просто и перенаправляют на ваш сайт, на ваши файлы, которые вы создаете, и это тоже можно сделать, чтобы они больше этого не делали, то есть, очень много защитных функций по надежности и безопасности, и здесь они описаны, и нужно их использовать, домены мы частично уже разбирали, субдомены, как создавать, мы знаем дополнительные домены, паркованные домены, перенаправление с одного доменого имени на другое доменое имя, и так далее, DCN зоны, редактор, если мы там менять надо DCN, то здесь тоже все это написано и показано в виде роликов, в учебном материале, как это нужно делать, базы данных, это, если мы начинаем строить какой-то сайт, то нам нужны базы данных, и мы можем создавать аккаунты к какому-то доменному имени и загружать туда базы данных, все, как это нужно делать, есть в учебном видеоматериале, дополнительно, в дополнительной я тоже пока ничего вам не хотела показывать, все это вы дома сами просмотрите, за исключением антивирусная программа, вот здесь вот есть антивирусная программа, для чего она нужна, когда вы, например, создали каталоги, домашний каталог, или какие-то сайты, то вы можете просканировать на антивирус, нет ли у вас зараженных каких-то файлов, или нет ли вируса на вашем сайте, для этого вы можете сканировать почту, вы можете сканировать домашний каталог полностью, или сканировать общее веб-пространство на вирусы, или сканировать общее пространство FTP, это анонимный каталог, то есть вы выбираете, что вы хотите, нажимаете на сканировать, и система просканирует, и если есть вирус какой-то, то он обязательно покажет, как убрать этот вирус. А я возвращаюсь опять на центральную панель. СИ-панель. Итак, базы данных мы посмотрели, дополнительно посмотрели. И мы с вами переходим на последнюю закладку «Программное обеспечение службы». Сейчас посмотрим, что я вам здесь хотела показать. Антивирусную программу я вам показала. На «Программном обеспечении службы» я должна показать так. Хорошо? Сейчас покажем. Итак, первый – это центр CDI. Что, для чего нужен этот центр? В этом центре очень большое количество различных вспомогательных материалов для создания и укрепления вашей страницы. Для чего, например? Например, если, например, вы хотите создать гостевую книгу, то, пожалуйста, простая гостевая книга или расширенная гостевая книга. Вы нажимаете, и вам идет описание, как это сделать, и вы там же сразу это все закладываете и делаете. Если вы хотите поставить счетчик, то вы можете здесь поставить. Если вы хотите установить часы на вашем сайте, то тоже здесь это можно делать. Обратный отсчет, электронную почту и так далее. То есть, настройка поисковой системы, перестройка поисковой индекс. Или же баннеры вы хотите создавать, чередующие рекламные баннеры, когда один баннер сменяет другой баннер. То это вот вы можете делать все в этой программе. Просто я показала коротко, да? Разбирать сейчас не будем. Это вы дома будете смотреть, и если будет у нас возможность, будем записывать еще короткие видеоролики. Теперь модули Perl. Я не знаю, что это такое, вообще не знаю, поэтому я даже показывать не буду, мне само очень надо разбираться. Как я вам уже говорила, что когда мы строим сайты, мы используем в основном графические редакторы. Вы сегодня это увидите. И те партнеры, которые разбираются в HTML-кодах, это веб-дизайнеры, программисты, они обычно строят сайты в HTML-кодах. Но есть еще возможность строить сайты в PHP-кодировке. И вот здесь вот это как раз и есть. Во-первых, что если вы хотите именно в такой кодировке работать, то вначале нужно будет скачать и установить вот этот сам пакет PR, который содержит PHP-кодировку. И в общем нужно сделать все, что здесь указано, и для того, чтобы именно работать по этой кодировке. Я работаю всегда в графическом редакторе. Для меня это проще. Теперь, фантастика делюкси. Что такое фантастика делюкси? Это очень интересная программа, которая содержит в себе очень большое количество программного обеспечения. Какого? Ну, во-первых, вы видите, что фантастика домашняя страница. Мы сейчас на ней находимся. И есть контроль панель домашней страницы. Это для того, чтобы вернуться на C-панель. Дальше. Вы видите, что построение блогов можно. И для построения блогов есть три различных программы. И мы в основном у нас используют WordPress. Но вы можете использовать любую из трех программ для построения блогов. Это для построения блогов. Также, например, это Classified, это журнал «Бизнес-справочник». Вы можете использовать его. Теперь ниже идут различные движки сайта строения. То есть мы сейчас, сегодня начнем учиться строить сайты при помощи движка C-панель. А здесь есть возможность строить при помощи других движков. И если, например, вы уже работали на каком-то движке, например, на Jumbo или тип O-Dry, то вы можете нажать и скачать. Вот, например, я нажимаю на тип O-Dry. Система загружает. И здесь есть возможность скачать этот движок, движок, закачать его сюда и при помощи этого движка выполнять построение сайтов. То есть вы можете скачать любой движок, который есть для построения сайтов, и при помощи его работать. И весь материал, который здесь есть, вы можете использовать. И здесь есть очень большое количество материала еще для того, чтобы создавать различные рекламные элементы и продвигать их в сети интернета. Я выхожу из «Фантастика делюкса». Оно действительно оправдывает свое название. Это действительно фантастика. Все, что здесь только есть. И возвращаюсь через контрольную панель на C-панель. И я опять на C-панели. То есть мы с вами коротко рассмотрели весь интерфейс и уже дошли до RV-сайт-билдера. Вот RV-сайт-билдер. RV-сайт-билдер – это и есть сам конструктор для построения сайтов. Но прежде чем мы пойдем на конструктор для построения сайтов и начнем его рассматривать, давайте подведем итоги. Что такое C-панель? C-панель – это программное обеспечение, которое наполнено большим количеством различных программ, служб и программного обеспечения. И при помощи C-панели мы можем создавать и работать с базами данных, добавлять поддомены, мультидомены, парковать домены, создавать веб-почту, автоответчик, почтовые рассылки, делать перенаправления на другие сайты, защищать паролем нашей каталоги, которую мы создали, изменить пароль или наши контактные данные, создавать секретные ключи для того, чтобы только определенные пользователи интернета могли посещать наши файлы или скачивать их, защищать себя от вход-линкинга – это когда, вот я говорила, напрямую с какого-то сайта перенаправляют на ваш файл, для того, чтобы его скачали или смотрели. Программное обеспечение сайта – это файл-менеджер мы с вами рассматривали, доступ к файлам через FTP-протокол – это мы с вами уже рассматривали раньше, видеоурок, когда мы закачивали какие-то большие, большого объема наши файлы через FTP, сервер или клиент. Существует несколько программ для аналитики и статистики, мы с вами их рассматривали, back-up – это создание резервных копий файлов аккаунта и баз данных, загрузка файлов аккаунта и баз данных на сервер из резервной копии, или же обратно, и настройка почты записи своего домена. А также есть предустановленные скрипты, я вам их не показала, но они есть на C-панели, то есть часть скриптов уже прописаны, и нам не обязательно их создавать, они уже готовые есть, и можно их брать по различной тематике. Ну а тех скриптов, которых нет, или же нужно поискать в интернете, или создать самому, или же, значит, обходиться без скриптов, и антивирусная программа. Это все, что можно сделать при помощи интерфейса и программ, которые находятся на центральном сайте C-панели. Ну а мы теперь переходим к практическому занятию конструктора веб-сайтов. И еще раз я сейчас возвращаюсь снова к вам, чтобы проверить, что действительно вы меня слышите. Так, поставьте плюсики, что все видно и слышно, для того, чтобы я начала работать на конструкторе сайтов. Хорошо. Сегодня мы с вами... Я иду на конструктор сайтов. Сейчас, одну секундочку. Так, C-панели здесь, да? Сейчас я закрою ненужные странички, чтобы они мне не мешали. Итак, мы находимся на C-панели. Внизу на самой последней закладке, где находится программное обеспечение службы, у вас есть у кого-то слева, у меня в данном случае справа, есть вот такой значок, зеленая треугольная линейка, треугольник, и что-то там, карандаш, и кисточка, или не знаю что, не вижу, плохо вижу. Это и есть конструктор для построения сайтов, который мы сейчас будем использовать. И для того, чтобы на него попасть, надо просто нажать на эту ссылочку. Система делает загрузку JavaScript. Это немножко длится. И вот мы попали на домашнюю страницу конструктора для построения сайта. Опять же, обращаю ваше внимание, начинайте всегда рассматривать то, что перед вами открылось, с самого верха. Что мы видим? Да, мы видим, что открылся RV Site Builder, слева на черной панельке, а справа у нас есть панель управления. Это вот эта панель управления, вот она. Домой, шаг первый, шаг второй, шаг третий. Если мы где-то потерялись, и нам нужно попасть на какой-то шаг, мы находимся на втором, нам надо попасть на первый, или на страничку домой. И мы не видим, как это сделать. То всегда можно нажать на панель управления, и откроется вам вот эта пошаговая система. И кнопочка «Выйти». Это когда мы закончили работу, сохранили все, то нам нужно выходить из конструктора для построения сайтов через эту кнопочку. Дальше вы видите пошаговая система, как я уже сказала, и конструктор для построения сайтов раньше был семишаговый. Сейчас вы упростили и сделали всего четыре шага. То есть страничка есть домой, домашняя страничка, и три шага для построения сайтов. Шаг первый, шаг второй и шаг третий. Далее, что вы видите ниже? Справа вы видите возможность создания резервных копий. Есть кнопочка предосмотра. И если вы поработали, и на каком-то этапе вам хочется посмотреть, как же будет выглядеть ваша страничка, вам не обязательно опубликовывать. Вы нажимаете на кнопочку предосмотра, и вам всегда покажет система страницу в таком виде, в каком она будет отображаться в интернете. Ну а кнопочка публиковать, это уже для того, чтобы выставить ваш сайт в интернете, и чтобы он был видимым для всех пользователей интернета. Чуть ниже у вас есть возможность выбора языков. И у меня уже сейчас выбран русский язык, и можно выбрать различные языки, которые здесь есть, и это очень удобно, так как можно работать на разных языках. Что мы видим? Слева вы видите текущий проект. Current проект – это текущий проект, над которым я работала в последний раз. Всегда, если у вас уже есть несколько проектов, то есть проект – это ваши сайты. Если у вас есть несколько проектов, ваших сайтов, то всегда здесь на текущем проекте открывается тот проект, на котором вы работали в последний раз. А все остальные проекты расположены чуть ниже в специальном перечне. Вот проект-лист – это перечень всех проектов, и вот каждый проект имеет свою информационную панель управления. Текущий проект также имеет информационное поле управления. Backup – это создание резервной копии. Переименовать. Вы можете переименовать ваш проект или же удалить его проект, этот проект. Здесь под текущим проектом вы видите все основные данные вашего проекта. Например, проект «Имя» – это обучающий портал Ольги Кок. Проект URL – это название самого сайта. Последнее посещение 6 октября. И время даже указано. И возможность для карандашик – это редактировать веб-сайт. И если я пойду на карандашик, то откроется мне именно этот сайт, который я хочу редактировать. Если же я не хочу работать с этим сайтом, а хочу работать с каким-то другим проектом, который у меня уже есть, то мне нужно пойти на проект «Лист» и выбрать именно тот сайт, который я хочу взять для работы на нему. И я выбираю тогда этот проект, и мне нужно нажать на карандашик «Редактировать». Если я хочу его редактировать. Если я хочу создать резервную копию, то нажать на кнопочку «Бэкап». Если я хочу его переименовать, на кнопочку «Переименовать». Если я хочу удалить, то на красный крестик. И эти информационные поля у всех одинаковые. Далее. Что вы видите справа от текущего проекта? Справа от текущего проекта у нас есть возможность заложить или создать новый проект. «Create new project». Создать новый проект и плюсик. Когда мы нажимаем на плюсик, то именно мы и пойдем на создание нового проекта. Чуть ниже вы видите восстановление проекта. Если, например, у вас произошла какая-то ошибка, и вы не можете снова открыть ваш сайт, то у вас проект сохранен на домашней странице. И если вы сделали резервную копию, то вы можете пойти на восстановление проекта, и здесь предоставится возможность для перезагрузки тех всех файлов и того построенного сайта проекта, который у вас был, и который теперь по каким-то причинам не работает или не открывается. И ниже идет перечень тех проектов, на которые вы не создали восстановление проекта. И вот тут 10 проектов, на которые не созданы резервные копии. Если резервные копии не созданы, и какой-то из этих сайтов или проектов по каким-то причинам, по каким-то ошибкам перестанет работать или открываться, то я не смогу ничего сделать, мне придется перестраивать эти сайты или строить их заново, легче сказать, а строить их заново, потому что резервные копии не созданы. Здесь также есть возможность на восстановление, но если я пойду на восстановление, и мне просто система напишет, что резервной копии у этого проекта нет. Если я, например, выбираю мой партнер один, это все тестовые варианты пробные, когда я кому-то что-то показывала, я просто их еще не убрала. То он мне покажет, что нет резервной копии. И я могу просто удалить. Вот нажимаю на кнопочку «Удалить сейчас». Система сделает обновление. И этот сайт удалился. Итак, мы с вами находимся на домашней странице. И мы хотим сегодня научить, ведь удаление завершено, вверху зеленое появилось поле, и удаление завершено. А мы с вами переходим к самому первому шагу. И первый шаг – это домашняя страница домой, домик, и создание нового проекта. Нажимаем на плюсик. И система открывает нам такое окно. В этом окне у нас есть возможность заполнения первого шага по созданию проекта. И что мы видим? Создать проект ниже имя проекта. Имя проекта вы пишете на любом языке. Можете писать на русском, можете писать на английском, на любом языке. Имя проекта вы записываете только для себя. Например, я напишу, например, это тест. Тест, например. Тест 2. И имя проекта задавайте так, чтобы вы могли сразу понять по этому имени проекта, о каком сайте идет речь, если у вас много проектов, много сайтов. То есть это для вас, чтобы определить, с каким проектом вы хотите работать. Прежде чем начать работать, вам же нужно будет выбрать этот проект из вот этого списка, проектов. Затем компания. То, что вы напишите в этой строке, оно будет отображаться на сайте и на шаблоне вашего сайта, в верхней части шаблона. Поэтому, например, здесь надо писать на том языке, на котором будет ваш сайт. Или, может быть, сайт будет на одном языке, а название компании, может быть, на другом языке. Но вы думаете, как вы хотите, так и выбирайте тот язык, и пишите. Сейчас я, например, выбираю русский язык, и, например, пишу создание сайтов, урок 1, например, для того, чтобы я понимала, о чем идет речь. Создание сайтов, урок 1, убираем яркий знак, урок 1. Слаган. Слаган – это тоже будет, это девиз какой-то, или какое-то выражение, извлечение, которое также будет видно на верхней части шапки, шаблона вашего сайта. И я, например, пишу. Создайте свой первый сайт. Затем я должна выбрать тему из вот этого списка. Что нужно выбрать? Любую тему. Давайте мы возьмем сейчас тему. Ну, давайте возьмем интернет-услуги. И ниже идет список страниц нашего сайта, нашего проекта. И вы можете выбрать абсолютно все. Если они не понадобятся, вы можете их удалить. Если у вас одностраничный сайт, то только одну страничку выберите. Или можете частично только выбрать из этих возможных определенное количество. И нажать на кнопочку «Сохранить». Вот наименование, которое здесь дано на страницах, на ваших закладках сайта, позже будет предоставлена возможность, чтобы их переименовать. Сейчас на первом шаге их переименовать нельзя. Это мы сможем сделать гораздо позже. Нажимаем на кнопочку «Сохранить» и ждем, когда система сделает обновление. Система перезагружается. И вы видите, что теперь с домашней страницы, вот наверху это видим, что система перевела нас на первый шаг. Мы находимся на первом шаге. Он называется «Тимплатос». Здесь также есть панель управления. Справа выйти, создать резервную копию, предосмотр, публиковать. И мы находимся на первом шаге. Сейчас мы находимся на каталоге шаблонов. И каталоги шаблонов у нас вот открылись. Здесь у нас есть тематика. Сейчас автоматически открылась тематика «Компьютер и технологии». Мы можем выбрать любую тематику, которую мы хотим. Например, я выбираю сейчас интернет-услуги. И вы видите, что идет перезагрузка и идут другие уже шаблоны. Чуть правее есть стиль шаблонов. И также есть различный стиль. Если вы хотите, чтобы это были анимации, то надо выбрать флеш. Или же другие вот стили. И вы можете все эти стили посмотреть и выбрать то, что вам нравится. Я, например, сейчас беру, например, флеш-шаблон. Хочу, чтобы флеш-шаблон было. И вот все флеш-шаблоны сейчас с анимациями вышли. Или же выбираю, например, все стили. Тогда открывается большое количество. Чуть дальше идут нумерация страниц. То есть, здесь вы видите первую страницу. И вы можете пойти дальше на вторую, на третью и так далее страницу и просмотреть все шаблоны, которые здесь есть, для того, чтобы выбрать тот шаблон, который вам понравится. Сразу хочу сказать, что рядом с каталогом шаблонов у вас есть еще две функции. Первая функция это создать самим шаблон. Эту функцию мы будем рассматривать позже. И еще одна функция экспорт и импорт. То есть, вы можете закачать какой-то шаблон сюда и отсюда его уже закачать на свой сайт, на свой проект, который вы будете строить. Или же взять какой-то шаблон отсюда, его закачать на свой компьютер, на компьютере затем внести какие-то поправки, изменения и снова его закачать сюда в шаблоны, в каталог шаблонов и потом уже использовать для своего проекта или сайта. Но вот эти две возможности мы сегодня рассматривать не будем. Мы сегодня будем работать с готовыми шаблонами. Итак, мы просматриваем шаблоны, на что вам нужно обратить внимание. Так, здесь вот это я показать не могу, сейчас пойду на другой, чтобы заблудились другие шаблоны. Сейчас, минуточку. Сейчас, одну секунду, мне нужна определенная функция на этих шаблонах, которые я сейчас не вижу почему-то. Давайте я возьму бизнес, другие шаблоны. Вот, все, теперь есть. А, они везде есть, просто я не подводила мышку. Дело в том, что когда открываются шаблоны и вам, например, понравится какой-то шаблон, вы хотите его использовать. Ну, например, возьмем, например, сейчас вот этот шаблон и мы хотим его использовать. То, когда мы подводим мышку, у нас есть кнопочка Select. Кнопочка Select это для загрузки этого шаблона на ваш сайт. Кнопочка предосмотр для просмотра данного шаблона перед загрузкой в большом масштабе. И есть кнопочки цветов. И эти цвета можно прямо здесь менять. Например, если я хочу, чтобы не розовым цветом был, вот как сейчас бордовый, а я хочу, например, синим цветом, чтобы был шаблон, то он меняется. Или же, например, здесь черный цвет, да, тоже идет изменение. Здесь, например, на красный хочу поменять шаблон, видите, меняются цвета, шаблоны меняются. Но в данном случае я хочу, чтобы шаблон был цвет синий, и когда я поменяла цвет, который мне нужен, я хочу его посмотреть, как он будет выглядеть на моем сайте. И система делает загрузку и показывает, что он будет выглядеть вот таким образом. Если меня это устраивает, этот шаблон, я нажимаю на крестик, и затем я должна загрузить его на свой сайт. Для загрузки я нажимаю на кнопочку Select. Система делает загрузку, это тоже немножко длится. И вот система уже перевела меня на второй шаг, и сейчас должна показать шаблон моего сайта. Вот, я нахожусь уже на сайте, и вот шаблон уже загрузился. Теперь мы находимся на втором шаге. Это стиль нашего проекта, стиль нашего сайта. И он состоит из многих подзакладок, которые нужно все обработать. И первая закладка, которая открылась, она называется заголовок. Что нам нужно сделать? Ведь мы вписывали заголовок сайта, и мы вписывали наш слоган. Для того, чтобы обработать заголовок сайта, или обработать слоган, нам нужно или же пойти сюда на слоган вверху, или на название компании. И тогда, вот, например, я иду на название компании. И открывается возможность обработать название компании. Я выделяю название компании, выбираю вначале, например, шрифт, затем я выбираю размер, который я хочу, и выбираю, например, цвет. Каким цветом я хочу, чтобы мое название было. Здесь открываются цвета, и здесь не все цвета, нам надо идти на три колор и выбрать 216 цветов веб-сайта. И я беру, например, вот синий цвет хочу выбрать вот такой потемнее. Сейчас, минуточку, чтобы он был немножечко соответствовал тому, что есть здесь цвет, чтобы был какой-то. И я не хочу его ни под наклоном ставить, ни толстым делать, ни подчеркивать, поэтому я сразу иду на сохранить. И видите, что здесь вордовские параметры для обработки, и есть возможность сделать хиперссылку. Я тоже не хочу делать хиперссылку, поэтому нажимаю на сохранить. И вот видите, у меня обработалось, и как вы видите, если мне не нравится, я могу снова пойти или сюда на название компании, или же вот здесь на карандашик и снова обрабатывать. Но я считаю, что ну вот можно увеличить, да, создание сайтов, не 36, сделать обо больше, например, 64. И снова на сохранить. так, не знаю, почему-то не увеличилось. Сейчас, минуточку, я перетяну, и вот здесь оно может быть создание сайтов, и иду на размер 64. Почему-то не получается. Ну и получается. Дело в том, что вы сделаете это дома, тот размер, который надо, вы можете вот так вот перетягивать и помещать в то место, где вы хотите. Когда вы уже обработали полностью наименование компании и поместили, разместили наименование компании там, где вам хочется, вы можете закрепить, нажав на замочек. Вот так вот, вы закрепили. Затем вы можете обрабатывать слоган. Или же идете вот на верхнюю позицию слоган, или прямо здесь кликаете, и вы видите, снова появился карандашик «Редактировать». Нажимаете, снова выделяете, выбираете шрифт, выбираете размер, например, 24 поменьше, и сохранить. Создаете свой первый сайт. Цвет я здесь не меняла, чтобы ускорить все. Размещаете там, где нужно, и закрепляете. Вот таким образом вы можете обрабатывать. Если вы хотите сюда загрузить еще какой-то логотип или картинку, какую-то как логотип, и эта картинка или логотип должны разместиться вот именно в верхней части шаблона, то вы должны пойти на логотип. Когда вы идете на логотип, то вы видите, что у вас есть возможность загрузить картинку. Вы идете на обзор, ищете эту картинку, она у вас сохранена где-то на компьютере, и ее открываете, и затем, когда она здесь поместится, вам нужно ее загрузить и нажать на окей. И картинка у вас тоже разместится где-то в районе шаблона, вам нужно таким же образом ее разместить на том месте, где вы желаете, и всего лишь. Здесь есть еще функция дополнительного текста и дополнительной загрузки картинок. Если, например, вы хотите еще какой-то текст написать, кроме того, что у вас есть и наименование компании, и есть слоган, то вам нужно пойти вот сюда, создать еще текст, откроется снова такая же возможность создания текста, вы снова пишете, что-то здесь обрабатываете, сохраняете, этот текст появляется на шаблоне, вы его перемещаете, и после того, как вы его разместили на нужном месте, закрываете на замочек. Если же вы хотите загрузить картинку, так же идете загрузить картинку, и здесь вы можете загрузить не только с вашего рабочего стола, но вы можете загрузить уже с интернета, да, и таким же образом загружаете, здесь будут написаны форматы картинок, которые вы можете использовать, соблюдайте именно, что именно в этих форматах вы должны загружать картинки, если стоит GIF, IPG, JPG, PNG, то эти форматы нужно соблюдать, таким образом вы можете загрузить, и на этом вы закончили работать над заголовком, и переходите на следующую позицию, это фонд Zetting, фонд Zetting, это еще одна возможность обрабатывать текстовые варианты, и здесь вы видите текст Zetting, это текст обрабатывать, линк Zetting, если вы сделали какой-то линк, переход в интернет обрабатывать, это вы можете все обрабатывать, мы этот пропускаем, сейчас нам не надо, мы уже все обработали на заголовке, теперь открываем следующую позицию, это навигация, и навигация это то, что мы создавали сайты, видите, домой, а нас имеет два подменю, два еще перехода, и так далее, вот как они должны выглядеть, у нас здесь есть возможность выбора, круг, вот например я выбираю круг, видите, поменялось, изменилось, или же я, например, выбираю плавающая точка, вот, или же я выбираю, например, разделитель, и вы видите, что вот между сайтами появился, между названием сайтов появился светлый такой вертикальный разделитель, то есть вы можете покликать здесь и выбрать, как вам будет больше нравиться и оставить, например, я оставлю сейчас тот, который сейчас есть в трамплине, и иду на следующие темплаты, темплаты, это шаблоны сайтов, и здесь вам предоставляет еще раз возможность, если вы вдруг передумали и не хотите иметь этот шаблон, шаблон, вы всегда можете прокрутить влево, или прокрутить вправо, и еще у вас есть возможность заменить свой шаблон на какой-то другой, и если вы хотите, вы можете это сделать, например, вот, да, также вы можете выбрать цвета, и, например, вот, хочу, да, перезагрузить, то нажимаю на зеленую кнопочку, он перезагружает, если же я не хочу перезагружать шаблон, то просто нужно будет закрыть вот на эту кнопочку, Но сейчас я перезагрузила, и видите, шаблон уже поменялся. То есть на этом этапе вы можете еще поменять, на этапе «Темплата» это шаблон, и вы можете поменять еще шаблон вашего сайта. Если вы поменяли шаблон вашего сайта, и уже по-другому хотите, чтобы разместился наименование компании, вы можете также щелкнуть и перенести. И потом это все закрепить. Таким образом. Итак, темплаты мы разобрали, идем на следующую закладку «Скрин». Закладка «Скрин» позволяет вам иметь какой-то размер вашего сайта и располагать его в центре, слева или справа. Вот сейчас он стоит во весь экран, видите, во весь экран. Разрешение сайта во весь экран, он действительно занимает весь экран. Я могу взять 95%. Вы сейчас увидите, что расположение сайта немножко сократится. Или же, например, 90%. Видите, вот, меньше становится. Поле серого поля слева и справа больше. Или же я могу взять какой-то размер. Ну вот размер 800 на 600 нужно брать только для одностраничников. Для многостраничников надо брать какой-то другой размер. Например, я беру 1024 на 768. Ну вот это мне не нравится. Это слишком много места слева и справа. Поэтому я возьму сейчас другое разрешение. И это разрешение мне больше нравится. Ну, наверное, на 90% было лучше. Вот так вот. 90% мне нравится больше, я его оставляю. И он у меня стоит по центру. Видите, замаркировано, выделено центр. Если я хочу, чтобы он сместился влево, я выбираю лево. Вы видите, сайт сместился налево, справа у меня осталось свободное пространство. Или же я хочу его сместить вправо. Он перемещается направо, а слева остается свободное пространство. Я не хочу ни налево, ни направо. Я хочу в центр и снова выбираю центр. Здесь еще есть возможность смещать его по каким-то размерам. Вы можете выбирать здесь право, лево, центр размера и смещать. Но я сейчас этого делать не буду, оставляю по нулям. И иду теперь на сайт, сайт вайде. Это на редактировать стороны. У нас есть редактировать сторону сверху. Вот она, сверху сторона. Есть редактировать сторону слева. Есть редактировать сторону справа и есть редактировать сторону снизу. И прежде чем мы начнем редактировать, я хочу сделать просто обновление, чтобы сохранить то, что я уже сделала. Я рекомендую вам тоже делать вот эти обновления, то есть на кнопочку «Сохранить» справа для того, чтобы не потерять то, что вы уже сделали. Давайте мы сейчас сделаем редактировать наверху. Я могу нажать прямо вот здесь на приборной панели, или я могу прямо нажать вот здесь, на «Редактировать». И нам открывается страница, чтобы редактировать верхнюю часть. Что мы можем здесь сделать? Мы можем здесь поставить баннер, мы можем здесь поставить картинку, мы можем поставить видео, мы можем загрузить какой-то документ. Вот видите, картинка, видео, документ. Мы можем здесь написать какой-то текст, знаки, гиперссылку поставить, то есть линк какой-то разместить. Мы можем разместить здесь переходы на Facebook, например, можем разместить переход на Facebook. Мы можем поставить здесь какой-то баннер, сами создать, поставить счетчик можем и обратную форму. В данном случае я здесь наверху хочу, например, поставить счетчик. Я иду на счетчик, это цифра 23, и выбираю какой-нибудь счетчик. Вот верхний мне нравится, я его уже выбран автоматически, я иду на него и иду на далее. Иду снова, так, на именование счетчика надо поставить, например, поставлю 1, 2, 3, 4, 5. Вот не то. Сейчас, минуточку, 1, 2, 3, 4, 5. Количество разрядов выбираю самое большое, 12. Толщина рамки моего счетчика, например, делаю 3. Извините, опять не то. И показания, новое показание с нуля хочу начать и иду на далее. Это счетчик посещений тех посетителей, которые будут приходить на ваш сайт. Мы устанавливаем счетчик. Ждем, когда загрузится. Так, кажется, я нажала на далее. Так, да. Ждем загрузки. Просто в режиме показа это немножечко долго. Здесь должен появиться счетчик. Еще не загрузился. Так, пусть он загружается. Я его закрою. Правда, еще обновление не произошло. Я не буду ждать. Здесь, когда счетчик загрузится, то должно вот здесь вот, где вверху, где синяя полоса, должно показаться, что произошло обновление. Но чтобы, например, было это проще, я, например, могу здесь что-то написать, и оно быстрее обновится. Я, например, пишу сайт, например, Ольги Кох. И иду, например, обрабатываю это все. Обрабатываю размер. Например, заголовок 2. Цвет можно все это выбрать. Я сейчас это делать не буду. И хочу разместить справа. Иду на сохранить. Вот видите, ваша конфигурация была успешно обновлена. Вот когда счетчик мы устанавливали, тоже должно произойти обновление конфигурации. И затем уже можно закрывать. И если я уже поработала над какой-то стороной, то вы видите, что изменился цвет этой стороны. Если вот эти цвета, которые мы не обрабатывали сторон, они белые, то здесь, где мы обработали, он уже зеленоватым светится. И если я пойду на предосмотр, то я увижу то, что мы здесь создали. Но в данном случае я пока еще не пойду. Я хочу сразу обработать сторону слева. И я хочу вам показать, как нужно, например, ставить баннер. Например, я хочу поставить баннер. И я хочу поставить баннер по Access Marketing. И мы знаем, что у нас уже есть закодированные. Мне не надо создавать баннеры. У нас есть баннеры. И есть уже кодировка баннеров. Поэтому я иду, например, в свой аккаунт. Иду на поддержку. Затем я выбираю промо-баннеры. Я выбираю какой-то баннер, который можно разместить слева. Слева можно разместить или же вот такой прямоугольный баннер, или же какой-то длинный баннер можно разместить. Ну, например, я хочу разместить вот этот длинный баннер. Или посветление, вот этот поуже. Я что должна сделать? Я должна под баннером есть кодировка. Я эту кодировку должна все выделить, скопировать. И лучше скопировать при помощи клавиатуры Ctrl и C одновременно. Вот я скопировала. Затем я иду вот на R-VS Global Soft. И здесь, там, где стоит мой бегунок, вы видите, где мигает бегунок, тоже при помощи клавиатуры Ctrl плюс F вставляю эту кодировку. Вот она вставилась. И я иду на Сохранить. Сохраняю эту кодировку. Видите, система выдала, что конфигурация была успешно обновлена. После этого я могу идти на дизайн. Я была на кодировке HTML. Теперь перехожу на дизайн, и что я вижу, что баннер уже установился. Например, я не хочу, чтобы под баннером была вот эта надпись. Я ее могу стереть, убрать. Ну и все. Остальное мне все нравится. Опять иду на Сохранить, потому что я внесла изменения. И теперь, после этого, я могу закрыть эту таблицу. Я вижу, что уже здесь тоже я поработала, и здесь уже зеленым высвечивается. Таким же образом, если вы хотите, вы можете внести изменения справа и внизу. Сейчас я это делать не буду, и я пойду просто на предосмотр, для того, чтобы показать вам, что это действительно обработалось, и что действительно внеслись изменения на нашем сайте, в нашем проекте. Система делает загрузку. Нужно немножко подождать, пока она загрузит все это. Я пока попью водички. Мы сегодня сделаем только два шага. Третий шаг мы будем делать на следующий раз, потому что третий шаг очень большой. Мы сделаем только первые два шага, и дам рабочий материал, чтобы вы дома работали. Вот смотрите, вот так будет выглядеть наш сайт. Вот, это шапка мы выбрали, это наше название компании, это наш слоган. Здесь есть место, конечно, можно внести еще и логотип, картинку какую-то слева разместить. Здесь мы видим, что мы вверху, когда обрабатывали верхнюю сторону, мы хотели счетчик поставить, но я не дождалась, чтобы он загрузился. И счетчик можно будет поставить и позже, на третьем шаге. Но мы вписали сайт Ольги Кох, и мы видим, что это стоит на сайте. Слева мы обработали сторону, и мы поставили баннер, он тоже у нас стоит. Значит, все у нас стоит, все, что мы сделали, поэтому мы закрываем предосмотр, и мы идем дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас есть еще одна функция, и это функция для того, чтобы наши страницы находились в интернете. Для этого нужно будет выставить ключевые слова, теги. И здесь есть выставить теги, основной тег, выставить текстовый тег, и тут CSS теги. Но сейчас на этом этапе, на втором шаге, мы этого делать тоже не будем, так как это можно будет сделать уже после того, как мы полностью выполним все три шага. У нас уже будет заполнена сама структура страницы, вот эта вот структура страницы, где вы видите сейчас весенний сад. То есть мы здесь все заполним, текст напишем, поставим наши картинки, видео и так далее. И потом мы можем еще на третьем шаге, также сделать наши ключевые слова. То есть эта возможность еще повторится. Поэтому здесь мы ее пропустим. Сейчас мы просто сделаем, сохранить все, что мы сделали на втором шаге. Это был второй шаг. Вот. И мы можем перейти на третий шаг. На третьем шаге, третий шаг мы сегодня делать не будем. Я просто вам покажу, что на третьем шаге есть. На третьем шаге нам открывается наш проект, наш сайт, все страницы, которые мы заложили с вами. И у нас их много. Если для нас их много, мы всегда можем на какую-то страницу нажать и удалить. Например, вот новости, например, ссылки, контакты, поддержка, любую. Вот нажимаю, например, видите, он спрашивает удалить, я пишу удалить, например, окей или же отменить. И система удалит эту страницу, если мне не нужно. Затем, помните, я вам говорила, что мы можем переименовать. Именно вот здесь мы можем переименовать. Например, я хочу не продукты, например, а что-то другое, если что было, потому что у меня вот услуги есть, я все продукты и услуги могу здесь разместить. А здесь, например, я хочу по-другому, чтобы называлось, и я выбираю, вот, например, переименовать. Кстати, в этих окнах вы можете видеть, что есть очень большой список и вы можете выбирать любой список и работать. Например, вы хотите создать клон этой страницы. Вот вы можете создать клон. Особенно, когда вы уже создали саму страницу, структуру и просто создать еще одну такую же страницу клон. Или же работать в HTML-эдитере. Или создать целый набор таких страниц, то тоже это можно сделать. Но в данном случае переименовать и открывается такая возможность. И я, например, хочу переименовать и я хочу написать мои видео. Мои видео уроки, например. И иду на сохранить. И теперь там, где были продукты, мы видим, что переименовалась и стала называться страница моей видео уроки. То есть это вы так тоже можете сделать. Что сейчас я вам хочу дать? Я хочу просто зайти еще на третий шаг, для того, чтобы вам показать еще рабочий материал. Например, вот для того, чтобы зайти на саму страницу, надо нажать на карандашик именно того сайта, который вы хотите обрабатывать. Но так как не обработана еще ни одна страница, мы идем сразу на первую домой. Нажимаем на карандашик. И когда система нас переводит на третий шаг, сейчас подождем. Сейчас, одну секундочку. Ждем, когда полностью произойдет загрузка. Еще полностью не произошла загрузка. Вы видите, как выглядит ваш сайт. Вот шаблон. Все слева ваша навигационная система. Вы не видите здесь баннеров, потому что они только на предосмотре или на самом сайте. Но вы видите, что вам выпало окно, в котором система спрашивает. Вы хотите пройти обучение? Обучение только на английском языке. Или же вы хотите приступить к редактированию? Прежде чем приступить к редактированию, я вам посоветую пройти обучение. Это обучение я... Когда мы будем выполнять третий шаг, мы все будем разбирать детально. То есть на этом сайте это сайт RV Site Builder. Целый сайт, на котором очень много материала по конструктору C-панели. И здесь у вас есть, например, вопросы и ответы. В мой аккаунт вы можете войти в ваш аккаунт. Вы можете здесь переписываться с поддержкой. Вот, тикеты отправлять. Вы можете инсталлировать здесь какие-то... Какое-то программное обеспечение. Здесь вы можете, например, задавать вопрос и искать его. Здесь категории. У вас здесь, видите, сайт-бильдер и другие категории. Вот, например, accessing RV Site Builder, шаги и так далее. Вот. Сайт-бильдер, например, да, берем. Смотрите, здесь есть вот очень большое количество списка видеороликов учебных по различным темам. И хотя это все на английском языке, здесь, например, абсолютно вы можете посмотреть, все равно там нет озвучивания, там только есть показ рукой. Что нужно делать, куда нужно пойти, куда нужно нажать и последовательность. И, естественно, когда мы будем выполнять третий шаг, вот эти все функции, которые здесь описаны, нам понадобятся. Но я не смогу все функции вам показать. Я покажу часть функций, самых основных, а все остальные маленькие функции, которые вам понадобятся, вы всегда можете пойти на этот сайт. Я вам ссылки этих сайтов сейчас сдам и здесь просмотреть, все, как это делается. Вот, например, как вставить таблицу, create a table, как форматировать текст, форматинг текст, как поставить видео с гугла, как, например, загрузить mp3 или же другое, да, вот здесь все, ведь как создать свой баннер, например, здесь добавить картинку, например, и так далее. То есть здесь очень большое количество видеоуроков. И я вам сейчас дам эту страничку для того, чтобы вам не идти на этот сайт. Сейчас, минуточку. Где у нас мы находимся? Сейчас, одну секундочку. Так, я иду. Вот смотрите, я вам даю сейчас эту ссылочку. Это ссылка этого конструктора, этого сайта, сайт Бильда, где вы можете посмотреть эти видеоролики. Но здесь есть не только видеоролики, есть и текстовый материал. Вам нужно там только поискать. Сейчас, если я открою, сейчас, минуточку, где мы были. Вот здесь вот. Это вот здесь, наверное, текстовый материал, где вопросы и ответы. Да, это здесь текстовый материал, где вопросы и ответы. Я могу тоже скопировать и дать ссылочку. Первая ссылочка, это было видео. То есть, первая ссылочка, это видео. Вторая ссылочка, это на текстовый материал помощи. Далее, я вам дам ссылочку Еще, сейчас напишу Где вы можете брать еще Маленькие видеоролики Это если вы пойдете Сейчас, минуточку, я сразу И открою вам еще одну страничку Это если вы попадете На vi.vex.com Вот так вот, сейчас я показываю А, я надо поделиться, вы не видите Надо поделиться скринами Рабочим столом Минуточку, сейчас делюсь рабочим столом Иначе вы не видите Так, сейчас одну секундочку Вот, если вы зайдете на vi.vex.com Сейчас я скопирую тоже эту ссылочку Вам дам И откроется vi.vex И вот здесь вы видите, что слева вверху Картинка vi.vex и веб-сайт бильда И чуть ниже есть вот это поле Где посмотреть видеоролики Вот видите, открывается также большой список Маленьких видеороликов И именно вот все эти видеоролики Это и есть те самые функции Которые нам понадобятся на третьем шаге Для того, чтобы создавать структуру То есть тело нашего сайта И наших отдельных страниц Надо вставить видео, вставить картинку Загрузить документ PDF или Word или еще какой-то другой документ Обработать, форматировать тексты В общем, все, что нужно будет делать Здесь все тоже есть Так, значит, во-первых, я Сейчас вам перехожу снова к вам И даю ссылочки Вот это сайт vi.vex.com И это сами ссылочки Сейчас копирую Это сами видео закрываю Это сами маленькие видео Они могут быть даже повторяться Которые есть на самом Ревиз сайт бильдере То есть вот такой вспомогательный материал И те учебные материалы на си-панели Которые были в текстовом варианте И видео форме Это все вам нужно будет дома изучать Итак, мы сегодня Я думаю, что хорошо поработали Я вам дала очень большое количество материала И вы можете дома Весь этот материал просмотреть А в следующий понедельник Мы уже будем вместе строить Саму структуру наших страниц Нашего сайта Для того, чтобы создать Сайт многостраничник Поэтому на сегодняшний день Как бы я дала тот объем материала Который хотела дать Если у вас есть какие-то вопросы По пройденному материалу То вы можете написать ваши вопросы Если нет, то мы будем заканчивать Наше задание Занятие сегодня И прощаться с вами Так, я просматриваю Так, вопросов нет, я вижу Поставьте, пожалуйста Был ли этот урок для вас понятен Достаточно ли я просто вам этот материал дала Если было вам все понятно Поставьте просто плюсики Если кому-то что-то непонятно Значит поставьте минус И вы можете тогда в чатах написать Какие вопросы вам конкретно были непонятны Для того, чтобы я заострила внимание На третьем шаге На следующий понедельник На следующем уроке Естественно, что надо разбираться Мария Или кто там написал, да Материала я вам дала достаточно Поэтому изучайте весь материал Собственно говоря На самом деле Даже этот урок вообще не нужен Если кто-то из вас зайдет На любой портал На нашем В нашем век офисе На наших, например Вебс или Сайтбилдер Или на тот же Вордпресс Или на Фантастика Делюкс Везде есть какие-то подсказки Везде есть какие-то видеоролики И все это можно использовать и делать Я вообще не профессионал Я обыкновенный чайник в интернете Такой же, как многие И все, что я вам рассказываю Даю, я сама таким же образом изучила При помощи этих видеороликов В то время еще этих видеороликов Не было, когда у нас был Первый Сайтбилдер Я смотрела в интернете Пробовала методом втыка А сейчас, когда компания поставила Такой обширный материал На RV Сайтбилдер То и текстовый материал И видеоролики То это вообще не нужно Никаких обучений Нужно просто пройти И изучать это и делать Потому что делать все равно За вас никто не будет Делать будете вы сами Ни я, ни кто-то другой За вас это делать не будет Я желаю вам всем еще успехов И в сайтостроении, и в бизнесе И прощаюсь с вами Не забывайте, что Завтра у нас презентация От компании проводит Ник Горбунов И в среду, четверг, пятница Это я, Владимир Болдарев И Василий Мауль По порядку мы идем Приходите на презентации Не только сами Приглашайте Ваших новеньких партнеров И старых партнеров Которые возобновили работу Для того, чтобы как можно быстрее Поднять обороты компании Все